МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В октябре 2020-го Фируза Шарипова провела свой второй бой после возвращения. В Москве она не оставила шансов представительницу Сербии Сари Марьянович. Поединок продлился все отведенные 8 раундов. Единогласным решением судей победу одержала Казахстанка. Шарипова! Красный угол! Фируза уже начала подготовку к своему следующему поединку. О нем она объявила на специальной пресс-конференции. 3 апреля она проведет бой против своей старой знакомой Софии Ачигавы из России. Именно против Ачигавы Фируза Шарипова дебютировала в профессиональном боксе в 2016 году. Тогда судейским решением победила серебряный призер Олимпиады из России. Это пока единственное поражение в карьере казахстанки. Реванш с Ачигавой должен был состояться раньше, но по разным причинам поединок откладывался. По словам Шариповой, она находится в оптимальной форме и совершенно не волнуется. В Казани бой будет с финалисткой Олимпийских игр. Я уже с ней боксировала. Это София Ачигава. Это единственное мое поражение. Хочется его закрыть. Я с ней боксировала 4 года назад. Сейчас я набралась опыта уже. И я уверена в своей победе. Шарипова уже начала подготовку к бою с Ачигавы. После первых этапов она перейдет к спаррингам. Хожу в первый этап подготовки ОФП. Через неделю у меня начнется спарринговая работа. Я думаю, что я подойду в пике форму к этому бою. Вспоминая свой первый бой против Софии Ачигавы, Шарипова разобрала свои ошибки и рассказала, как изменилось с того момента. Казахстанка решительно настроена взять реванш у соперницы. Первый бой у нас прошел более такой в классической манере, потому что и она любительский боксер, и у меня очень хорошая любительская карьера. Сейчас уже очень много времени прошло. Я думаю, мы оба успели перестроиться. И я знаю ее стиль манеры боя. И я уже кое-что поменяла. И то, что мы сейчас нарабатываем с тренерами, я думаю, у меня получится применить это в бою. В 2020 году Фирюза Шарипова сменила команду и стала работать с промоутерской компанией из Казани. Из-за пандемии несколько запланированных боев с ее участием не состоялись. О ближайших планах спортсменки рассказал ее менеджер Сергей Забилейский. Реально очень сложно. Тут просто приведу примеры. Фируза уже был до этого назначен бой реванш Софьей Ачигавой, но Фируза просто не смогла перейти границу из-за ограничений по коронавирусу. Поэтому этот бой отменили. Потом мы решили сделать ей бой в Беларуси. Туда тоже не смогли. Сергей Забилейский также напомнил о том, с какими финансовыми трудностями столкнулась Фируза Шарипова при организации своих поединков. Об этом сама девушка неоднократно писала в своих социальных сетях и даже по этой причине приостановила свою карьеру. Это очень дорогостоящий вид спорта, профессиональный бокс. И здесь вот нужно понимать тоже, ну, там, разницу бюджета, да, и на подготовку тоже. И очень тяжело победить человека, который готовится профессионально, у которого есть все. С промоутерской компанией из Казани Шарипова подписала контракт на четыре боя. Главная цель ее команды – провести поединок против чемпионки мира из Ирландии Кэти Тейлор. Если оставшиеся поединки она проведет успешно, бой против Тейлор не заставит себя долго ждать. Абсолютная чемпионка мира является чемпионкой, да, это Кэти Тейлор. Это у меня в планах… Мы оба с Софой идем к этому бою. И у меня в планах, конечно, моя цель – завоевать все титулы, которые находятся у Ирландки Кэти Тейлор. Вот она сейчас, на данный момент, она является абсолютной чемпионкой мира, но я думаю, это ненадолго. После реванша с Ачигавой Фируза Шарипова планирует вернуться на ринг 6 июля. Вероятнее всего, этот поединок пройдет в Нурсултане и на кону будет стоять чемпионский титул по одной из версий. Несмотря на подготовку к бою с Ачигавой, Фируза Шарипова нашла время для нового хобби. Недавно она удивила своих поклонников музыкальными способностями. Спортсменка вместе с популярным казахстанским певцом Кенталом стала участницей проекта «Егаз Либаз» на телеканале «Казахстан». Субтитры создавал DimaTorzok